Оливье популяризировал французскую кухню в России, но приспособил ее под вкусы россиян. Поэтому долгое время ресторан назывался на русский манер трактиром, а официанты вместо фраков носили русские рубахи. В 1870-х годах его дела пошли в гуры, он стал владельцем ресторана. Московская городская дума даже поручила ему быть организатором кулинарной части праздника по случаю коронационных торжеств. Его ресторан считался одним из самых шикарных в Москве, его посещали в основном купцы. Поэтому он готовил еду, соответствующую статусу посетителей. Дневная выручка составляла 2000 рублей в день, что по тогдашним временам было сравнимо с бюджетом богатого города. В оригинале рецепта любимого и уже народного салата добавлялись хвосты омара и куски телячьего языка. Все это заправлялось провансальским соусом, по-нашему майонезом. Салат выкладывался на тарелку, в центре которой была небольшая горка вареного картофеля и маринованных огурцов. В основе же его было отварное филе рябчика и куропаток, нарезанное кусочками и выложенное попеременно с кубиками желе из куриного бульона. Добавление в салат именно этой птицы имеет под собой достаточно логичное обоснование. Охота на рябчиков была повсеместно распространена на территории всей России. Охота на Руси всегда была очень распространена. Это был один из источников пропитания для народов нашей страны. И, собственно, рябчик – это традиционный объект зимней охоты на буровую дичь. Распространен он практически по всей территории России, в Европе, в азиатской части, в Сибири. И поэтому, собственно, рябчики были доступны, их продавали и охотились, в большом количестве добывали их. Стоит также отметить, что оригинальный рецепт 19 века включал в себя слегка экзотичное для нашего времени растение – каперсы. Несмотря на то, что сейчас оно не слишком распространено, в недалеком прошлом каперсы были особо ценны и активно использовались в различных блюдах. В кулинарии применяют нераспустившиеся цветочные бутоны, а также созревшие плоды растения – каперс колючий. Бутоны сортируют по размеру, подвяливают в течение ночи, а затем солят, маринуют, иногда консервируют в уксусе и растительном масле. Считается, что мелкие каперсы имеют более нежный, а крупный – более пряный вкус. Это растение, которое родом из Средиземноморья. Это, собственно, Южная Европа, Северная Африка. И в нашей флоре, как и в случае с оливками, у нас родственников ближайших нет, у нас не растет. Хотя родственники оливок в какой-то степени сирень и ясень, как ни странно, они из одного семейства маслинные, а каперсы из отдельного семейства каперсовые, и никаких видов из этого семейства в нашей флоре нет. Несмотря на то, что оригинальный рецепт салата уже давно является местом для вольной его интерпретации в кулинарии, он так и остается частью истории, основой, которая дала площадку для воплощения творческих задумок поваров по всей России. Елизавета Газизянова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универ Новости.